Друзья, приветствуем всех! Это Надбело, Станислав Белковский, я Наташа Влащенко опять с вами в это замечательное воскресное утро. Стас, привет! Привет, Наташа! Всем доброго в воскресенье! Ну вот начну с того, что, знаешь, что обсуждают уже несколько недель, что Зеленский говорит о полной готовности плана победы, о том, что готовится встреча и с Харрис, и с Байденом, и, возможно, с Трампом, но факт остается фактами, да, что Соединенные Штаты Америки не помогают так, как хотелось бы, чтобы они помогали неосвоенными, остаются почти 6 миллиардов, которые Конгресс как-то это выделил. Мы видим, что вооружение, которое мы просим, не дается. Ну и когда речь идет о том, чтобы разрешить стрелять по российским территориям дальнобоем, то, знаешь, как в старом анекдоте, дедушка задумался. Ну, то есть задумывается он уже не первый год. Вот как ты вообще оцениваешь перспективы в этой истории? Ну, линия демократической администрации Джозефа Байдена и Камала Харрис всегда была столь же понятной, с которой неизменной, то есть ничего нового не происходит. Первое. Избежать с любой ценой прямого военного столкновения с Россией. Я говорю, что вообще все ее, собственно, военные поставки Украине и ставка на то, что Украина может не проиграть войну, началась только тогда, когда Украина уже в значительной степени решила задачу своими силами, сорвав наступление российских войск. В конце февраля-начале марта 2022 года. И вместе с тем не дать Украине проиграть, но и не перевести войну в плоскость, когда РФ окажется на грани поражения и должна будет применять тактическое ядерное оружие. Именно такая ситуация сложилась впервые осенью 2022 года, о чем недавно еще раз нам напомнил совершенно официально директор ЦРУ Уильям Бернс. То есть это уже ни слухи, ни утечки, совершенно было прямое заявление крупного американского чиновника. И тогда, осенью 2022 года, когда Россия действительно была, Российская федерация, российские войска были ослаблены, в том числе ослаблены психологически, когда РФ сдала Херсон и Изюм и так далее, когда началось отступление и широко раздракламированное сокращение линии фронта. Кроме того, началась частичная могилизация в РФ, которую Путин очень хотел избежать, но в той сложнейшей ситуации не смог ее избежать. Что на чем-то, так сказать, он жалеет и по сей день, но у него выхода и выбора тогда не было. Не то, что жалеет, а потому, что не смог обойтись без этого. Тогда же РФ должна была сопротивляться всеми силами, там существовало несколько планов асимметричных ответов Российской федерации, начиная от похода на Минск и заканчивая походом в Приднестровье на Тирасполь. И Соединенные Штаты Америки заблокировали оба этих плана, посчитав, что это слишком круто. И если действительно поставить Российскую федерацию в ситуацию, когда контроль над Приднестровьем будет утрачен или контроль над Белоруссией, то Путин перейдет некоторые красные черты, в том числе в виде применения или тактического ядерного оружия, или ударов гиперзвуковыми ракетами по территории стран НАТО, что не исключено и по сей день. И тогда, значит, вот, собственно, стратегия США оформилась. Это поддерживать войну в состоянии нынешней интенсивности или несколько более низкой интенсивности, но без вариантов однозначной победы одной из сторон. И эта позиция демократической администрации Байдена Харри существенно отличается от позиции Дональда Трампа и его напарника Джей Ди Венса, которые говорят о необходимости установления скорейшего мира в Европе, а не о снижении интенсивности бесконечно ведущейся войны. Кто, чья позиция, в данном случае демократов или республиканцев, выгоднее для Украины, это отдельный большой вопрос, связанный с тем, каковы могут быть условия мира. Но так или иначе философия вопроса ясна. И рассчитывать на то, что США завалят Украину вооружениями и снимут все запреты на дальние удары ПРов, сейчас не приходится. Что, впрочем, не означает, что вдруг неожиданно будет снят запрет на использование британских и французских ракет, а не американских. И это тоже очередной сдвиг в направлении пересечения новой красной линии, которых уже за эти 20-х годов было немало сделано. Ну вот на следующей неделе Владимир Зеленский готовится выступить на заседании САБИЗа ООН США. И, вероятно, там предстоит этот план победы. Но когда я слышу ООН, то знаешь, на прошлой неделе, например, эксперты ООН заявили, я цитирую, что мы осуждаем манипуляции с тысячами электронных пейджеров и раций, которые взорвались одновременно по всему Ливану. Ну, в принципе, он занимает понятную позицию последние три года, и эта позиция совсем как бы не прогрессивная и не модерновая. Это совсем другая позиция. Но раз мы говорим об этом, то как-то оцениваешь эту операцию, которая, ну, это же совсем, как мне кажется, переход в какую-то другую реальность. Ну, прежде чем мы сейчас поговорим об операциях, я хочу сказать, что ООН, естественно, давно изжила и пережила себя, от нее ничего не зависит. И выступление Зеленского ООН – это просто повод отправиться в Америку в очередной раз, обсудить все с действующим Байденом и обоими возможными следующими президентами США. И здесь, конечно, многое зависит от позиции Китая, а не только США. Договорятся ли они, Вашингтон и Пекин, при участии Дели, которая уже согласна, на проведение второго саммита мира или до 5 ноября, или сразу после, но так, что по нему было объявлено еще до президентских выборов в США, и тем самым Камала Харри смогла заработать на этом очки и лишить Трампа важных козырей. Вот, собственно, если будет консенсус Вашингтона и Пекина, то саммит будет. Если не будет, то консенсус и не будет. А ясно, что этот саммит должен происходить, проходить. С участием РФ и должен иметь какую-то априорную повестку, которая может быть реализована, а не просто задекларирована. В том числе и по поводу обмена военнопленными, возвращения украинских детей, о чем говорил Папа Римский, и освобождение политзаключенных. Это все, даже если это случится без какой-то внятной формулировки о прекращении огня, все равно это плюс и это хлеб. Не только для Камала Харри в его предвобранной борьбе, но и, разумеется, для людей по разным сторонам линии фронта. И для Европы. Ну, знаешь, извини, что я перебью, но мне кажется, вот открытая агрессивная позиция Зеленского в этом отношении, она абсолютно правильная, потому что, ну, по крайней мере, Украина видит, кто как к нам относится и что на самом деле стоит за словами там озабоченности, встревоженности и всего остального. То есть, ну, или да, или нет. Вот, ну, то есть, не в час по часу. Ну, получается, и здесь из нового-то было известно интервью политолога Караганова на газете «Коммерсант». Здесь Сергей Александрович, ну, в очередной раз повторяли все эти тезисы о возможности ядерного удара, тактическим ядерным оружием, превентивного, по Европе или по Украине. В этом здесь, как раз, не было ничего принципиально нового. Как мы с тобой не раз говорили, для Путина важно, чтобы Запад считал, твердо считал, что РФ, отличаться от позднего Советского Союза, действительно может применить ядерное оружие. И боялся этого, и принимал это, учитывая это в своих расчетах. Но главное, чтобы было в этом интервью не про ядерное оружие, а про то, чтобы было очень четко признано, что за тяжелая война РФ невыгодна тоже. Она, безусловно, невыгодна Украине, поскольку приводит к колоссальному истощению ресурсов страны, в том числе в контексте разрушения энергосистемы и не только. Но выяснилось, что РФ не готова к затяжной войне, и это предназначилось к Харгановым как дополнительный аргумент в пользу радикального решения использования каких-нибудь, опять же, тактического ядерного оружия или гиперзвуковых агент, чтобы побудить Запад к скорейшим переговорам о мире. Но это, как минимум, означает, что мир Кремлю тоже необходим. Потому что если в ближайшие месяцы никакого сдвига, существенного прорыва на этом направлении не будет, то, как минимум, придется проводить новую очередную волну частичной моделизации, что для Путина весьма болезненно, а кроме того и экономически, как мы теперь видим. РФ не может долго выдерживать, бесконечно долго, хотя официально утвердается обратное, что запас прочности РФ в экономике огромен. Но, видимо, не очень верит в эту часть собственной пропаганды. Ну, здесь еще интересна позиция Европы, потому что вот в Киеве была Урсула, и она сказала, что Европа даст 40 миллиардов, если не даст Америка. Но мы видим, что здесь, как, знаешь, у нас, иногда говорят Кожан Иван, мы о своем плане. Глава Медпольши, например, предлагает передать Крым под мандат ООН на 20 лет. У кого-то еще там какие-то оппозиции. Ну, нет у Европы единой позиции, что Украина должна победить в этой войне. У них же тоже такое же настроение. Позиция, собственно, оглашенная Радославом Сикорским, тоже, на мой взгляд, не является окончательной официальной. Это заявление уже дезавуировано, насколько я понимаю. Но даже, чтобы оно не было дезавуировано, это не значит, что у Польши есть какой-то конкретный план, как это сделать. Это, так сказать, забрасывание в воздух определенных тезисов с целью посмотреть, как они в этом воздухе будут благорастворяться. Конечно, нет, особенно с учетом, опять же, схватной политической борьбы в Европе, того, что приходят к власти радикальные антистаблишментарные силы. Если не приходят к власти, то существенно усиливают свои позиции. А у этих сил, просто в силу, просто потому, что они по определению противостоят классическому и традиционному политическому истеблишму, естественно, позиции по Украине, как правило, более вялые, чем у нынешних властей разных стран. И диссиденты, и раскольники в Евросоюзе, такие как лидеры Венгрии и Словакии, конечно, тоже не обещают Украине ничего хорошего. Поэтому здесь, так или иначе, это поэтому мирный эксаммит или мирная конференция, как угодно, в ноябре в любом случае была бы очень полезна, чтобы прояснить позиции ключевых игроков, число которых относятся прежде всего США и Китай. Потому что Китай обладает главным ресурсом, рычагами реального давления на Москву. Да, вот этот политический аудит, наверное, был бы сейчас очень полезен Украине. И как раз тут Зеленский очень прав, что мы должны прояснить позицию Европы, насколько она нам друг, насколько нет, потому что мы должны понимать, кто сегодня с нами, кто против нас. Продолжается история, безумная достаточно история, с Невзлиным и ФБК. В Польше арестовали Блинова, там вроде бы следствие сказало, что они считают, что Невзлиным не имеет к этому отношения, когда они быстро-то уже выяснили. ФБК собирает какие-то списки, кто выступал за них, кто против них. Тебя нет в списках, слава богу, тебя не расстреляют. Но если серьезно... Я завище, чтобы меня в списках не было. Я ничего специально не делал, но я не занимался, так сказать. Я пытался и пытаюсь и сейчас пробежать между струйками, то есть не поддержать ни одной из сторон, потому что, чтобы я не думал о глубине души на тему происходящего, я вижу, что это наносит колоссальный ущерб российской оппозиции в целом. И я не хочу этот ущерб усугублять. Есть ситуации, когда лучше жевать, чем говорить, как гласили. А там не реклама, жевать на резинке. Я вот придержусь именно этой позиции. Потому что ясно, что о каком-то конкретном сценарии прихода этой оппозиции к власти в РФ, и речи нет и не может быть. Но это не новая для страны ситуация, потому что при тоталитарном Советском Союзе было точно так же. Условно, Александр Иссоевич Сауженицын сидел в Вермонте, Андрей Дмитриевич Сахаров в ссылке в Горьком, и речь не шла о том, что они придут к власти в Советском Союзе. И представить себе было невозможно. Однако, тем не менее, Сауженицына Сахаров для определенной части советского народа, в том числе и советских элит, представляли собой определенные моральные и ценностные ориентиры. У них был авторитет, и они, как минимум, формировали некую идеологию, которая в будущем, как считалось, может лечь в основу посттаталитарного Советского Союза. Опять же, ни на каком этапе ни Сахаров, ни Сауженицын не рассматривались как реальные претенденты на власть, но значение их для политических перемен в Советском Союзе, тем не менее, было весьма существенно. И нынешняя российская оппозиция могла бы играть такую роль, я, естественно, не сравниваю нынешних оппозиционеров с великими Сауженицыным и Сахаровым, хотя кто велик, а кто нет, поясняется, как правило, ретроспективно задним числом, и, может быть, сегодня рядом с нами есть люди, которые сыграют не меньшую роль, чем Сауженицын и Сахаров, или больше, но мы пока об этом не знаем, всякое бывает. Но именно оппозиция могла бы играть роль такого морально-интеллектуального центра, на это она вполне могла, в отличие от реальной власти, претендовать. И вот эти скандалы, разборки, стремления, внутри рядовая борьба, конечно, убивает в такой возможности такую надежду. Ну, скрепы по-прежнему дороги Путину, он каждую неделю выступает с каким-то очередной проповедью, да, он на этот раз сказал, что надо сажать тех, кто героическую судьбу России не поддерживает, кто смеется над героями-пратизанами и прочее. Помощник Мишустина, некий Муслим Хачиев, да, он экс-премьер Чечни, предложил вообще исключить теорию Дарвина из школьных учебников. Он сказал, что это первый шаг в духовном разложении наших детей, в преподавании этой теории. Я помню, этот сюжет я заготовил наконец, чтобы ответить на вопрос, что привлекло моё внимание на этой неделе. Поэтому придётся этот вопрос мне уже не задавать, поскольку я буду отвечать на него прямо сейчас. Быстро, по ходу нашей записи, я не могу найти новый сюжет, о котором говорит в финале. Это очень интересная вещь, ну, понятно, что Муслим Хачиев, ну, вообще-то, так сказать, представитель же бывшего премьер-министра Чечни, человека с командой Рамзана Ахматовича Кадырова, которого пристроили на эту должность премьер-министра Мишустиня, просто потому, что не он должен стать преемником Рамзана Ахматовича, если что-то с ним стучится, а кто-то другой. Но это понятно, что вот есть ещё там один депутат Хамзаев, лидер движения «Трезвая Россия», которая постоянно призывает запретить алкоголь, точно понимаешь, алкоголь не будет запрещен, во-первых, в случае при Путине, поскольку Путин знает, чем сухой закон оборачивался для российской истории и в 2014 году, и в 1985, он был всегда непосредственным предвестником краха государства, Путин этого боится, и на это не пойдёт, но сомнительный политический капитал такие люди могут все тем самым сделать. Но это интересная обстановка вопроса, независимо от того, что имеет в виду под этим помощник Мишустина, он же бывший премьер Чечни, потому что я давно думаю и отчасти работаю над образовательной программой, которая объединяла бы научно-религиозный подход, снимала бы противоречия между ними. И даже преподавание теории Дарвина вовсе не означает того преподавания, которое сложилось ещё в советское время и по-многому сохраняется по сей день, поскольку важно, на мой взгляд, объяснить, подрастающему поколению, учащемуся средних общеобразовательных учебных заведений, что эволюция, во-первых, не противоречит сотворению мира Господом Богом, а является формой диалектического развития сотворённого им мира, а происхождение видов путём естественного отбора может иметь место, но не является всепоглощающим. То есть не значит 100% видов на Земле произошли путём естественного отбора, поскольку это очень маловероятно вот с точки зрения теории вероятности. А также второго начала термодинамики гласит, что в замкнутой системе энтропия может только нарастать, и порядок сам собой не складывается. Не может из камней, мы не знаем прецедент, чтобы из камней вдруг построился сам по себе дом без внешней энергии строителя этого дома. Это относится и к, собственно, животному и растительному мира в точно такой же форме. Но это совершенно не исключает двух столпов теории Дарвина именно естественного отбора и эволюции. Поэтому это всё можно преподавать в одном флаконе, и это будет качественный прорыв совершенно в едином общем понимании этого мира путём диалектического снятия и противоречия между научным и религиозным познанием мира. Естественно, ни о чём таком господин Хучеев и не думал, когда всё это говорил, но мы-то об этом думаем, и это хорошо, что у нас есть повод об этом поговорить. Ну, раз уж мы вспомнили о Чечне, то поговорим ещё о Кадырове, потому что он обиделся на Маска, но на кого же ему ещё обижаться. Он сказал, что он кибертрак его отключил, и это очень не по-мужски. Что по-мужски, Кадыров знает. Мы видели, как на прошлой неделе расстреливали каких-то несчастных охранников в компании. Мы сейчас не будем обсуждать эту бизнес-сторию, но самое главное, что поддерживает одного из, так сказать, конфликтующих сторон, поддерживает Кадырова. Он сказал, что он всё сделает, чтобы выручить мальчиков, которые в тюрьме, и, собственно говоря, будет правосудие по-своему делать. Вот что означает, что у него до сих пор большое влияние в России. Да, конечно, в этом никто и не сомневается. И, собственно, он, видимо, добился освободения Владислава Бакальчука, бывшего мужа Татьяны Бакальчука, который сначала ему были предъявлены обвинения, в том числе и в убийстве, ему грозило пожизненное заключение. Но вот уже прошло два дня, и Бакальчук оказался на свободе, дома, и, кажется, Следственный комитет заявляет, что в его действиях нет события преступления. Это, разумеется, прямой лоббизм Рамзана Кореевна в процессе того, что глава Чечни множит многое. А он демонстрирует это регулярно, систематически, когда заставляет Путина фотографироваться со своими сыновьями, включая 16-летнего Адама, известного только тем, что он публично избил молодого человека в тюрьме за сожжение книги, которая не была Кораном. Более того, даже внесена в список экстремистской литературы. Это все, тем самым, демонстрировалось еще раз, что кадыровцам можно все. Потом, когда Путин ездил недавно в Чечню и целовал там Коран, что для человека, номинально причисляющего себя к христианам, даже номинально, ну, явный перебор. Ну, и это тоже демонстрация того, насколько Путин обязан кадыроваться, как он будет его защищать до последнего, и то, что произошло в центре Москвы, а здесь Кадырову и Владиславу Букольчуку предстоит не Татьяну Букольчуку, скричить на силы довольно мощные в составе Сулеймана Керимова, тоже весьма влиятельного кавказского бизнесмена дагестанского, и банка ВТБ, финансирующего, собственно, трансформацию Белдберрис, потому что, собственно, история с Белдберрис просто показывает, что в современной РФ действительно большой бизнес, который стоит многие миллиарды долларов, тем более бизнес с миллион, со многими миллионами частных клиентов, граждан, он не может принадлежать просто группе частных лиц, не связанных с Кремлем. Он должен, естественно, контролироваться какими-то околокремлевскими, околопутинскими силами, и в этом и смысл происходящего. Вопрос, какими именно? Керимову с одной стороны или Кадырову с другой. Я не думаю, что Кадыров рассчитывает на полную стопроцентную победу в этой истории, на то, чтобы забрать Белдберрис себе. Он рассчитывает на то, что в результате последовательных усилий по взаимной нейтрализации оппонентов, они начнут о чем-то сойдутся, опять же. Диалектически снимут противоречие, которых получат какую-нибудь долю. Белдберрис, стоящую несколько миллиардов, что в этот момент будет с Владиславом Борисовым, неизвестно, кинут его или нет, но, во всем случае, какой-то компромисс такого типа будет найден. Но все это производит, безусловно, диковатое впечатление на значительную часть населения РФ, население, в первую очередь, славянского, которое не очень кадыровский клан. Это не улучшает позиции Владимира Владимировича Путина. Тем не менее, Путин, конечно, и останется до сих пор защитником Кадырова, поскольку все, что связано с умиротворением Чечни и кадыровщиной как моделью построения власти, Путина очень, да Путина это святое. Вот он так хочет. Это типичная же такая иерархическая криминальная структура, где есть самый большой бандит, и, так сказать, он делегирует полномочия менее крупным бандитам, которым отдаются на откуп целой территории, и отрасли и так далее. При условии, что они выполняют фиксированный набор обязательств перед этим самым главным бандитом, а он не интересуется тем, как они управляют вверенными их попечениями и территориями, и гарантируют, соответственно, им крышу на высшем уровне. Это вот эта система отношений. То есть, если вот такую же систему отношений Путин хотел построить в Украине, вот тоже, так сказать, ему был нужен свой кадыров в лице Виктора Валерьевича Медведчука или кого-то еще, который в Украине творил все, что угодно и демонстрировал лояльность Путину. Абсолютно как с точки зрения международной политики и военной сферы, так и с точки зрения самих принципов построения государства. Это должно быть жестко, глубоко коррумпированная автократия. Потому что это, с точки зрения Путина, есть гарантия выживабельности политической системы. Так что, этим путем Путин будет идти до конца, несмотря на явные издержки для него, потому что уже происходит, потому что стрельба признак 90-х годов 20-го века, тогдашнего хаоса. И то, что, как утвердал Путин, при нем повториться не должно. А вот это происходит. Ну, не могу просто не обсудить. И мне интересно, как ты смотришь сегодня все-таки, я возвращаюсь к Израилю, да, вот тысячи этих пейджеров, которые взорвались. Невольно же думают, что нас ждет в будущем. Да, как там будут у нас в руках взорваться мобильные телефоны или еще что-то. Ну, то есть, возможности в этом смысле, это, я так понимаю, безграничны. Совершенно это с одной стороны. С другой стороны, это действительно блестящая операция израильских спецслужб. Просто, так сказать, напомнила старые добрые времена. Ну, и фактически началась война с Ливаном, потому что вчера, позавчера было там, по-моему, более 100 ударов, авиаударов по Ливану, по Хезбалла. Вот. Поэтому, вот как ты прогнозируешь ситуацию на Ближнем Востоке, потому что говорят, что в результате этого может сейчас, ну, уже немножко выросли цены на нефть, а говорят, могут вырасти еще больше. Ну, разумеется, вопрос в том, это не война с Ливаном, это война с Хезбаллу, и скорее стоящим за ней Ираном. Потому что само государство Ливан находится в абсолютно разобранном состоянии, в условиях тяжелейшего экономического кризиса и развала государственных институтов, и воевать с Израилем Ливан не может и не хочет. Но Хезбалле не нужна, хотя она раскурсирована в Ливане, и не нужны согласия официально уберут, она воевает сама по себе. Сама эта операция, безусловно, была блестящая, она показала возможности воздействия на ситуацию без человеческих жертв со своей стороны. Какой-то, вот как Илон Маск отключил сайбертрак Рамзу Анахадырову, он, естественно, действовал абсолютно по закону, поскольку сайбертрак был в нарушении санкций, и там можно законодательство введено в Российскую Федерацию, и поэтому любой суд принял бы решение его отключать. Но теперь мы понимаем, что можно легко отключить украденный телефон, моментально. Это тоже, так сказать, технологически легко сделать. Можно его взорвать, если его владелец представляет какой-то интерес. Это действительно блестящая операция, которая нанесла существенный дестабилизирующий, в том числе и психологический удар по Хизбаллию. И было уже ясно в последние месяцы, что Израиль, во-вторых, при нынешнем руководстве идет к столкновению с Хизбаллой. Потому что этот вопрос о том, что войска Хизбаллы ушли за реку Литани, как, кстати, в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН на 2007-го года, он должен быть решен сейчас или никогда. При этом Иран и Хизбалла стремились избежать прямого столкновения, потому что еще и потому, во-первых, потому что мы все больше видим, что ни у кого, кто бы что ни говорил, на Ближнем Востоке нет прямого и последовательного желания уничтожить государство Израиля. И это, безусловно, качественно отличает ситуацию от 60-х, 70-х годов прошлого века, когда были война судного, сначала шестидневная война, потом война судного дня, и когда, безусловно, арабские коалиции хотели именно что уничтожить Израиль, а не что-то другое просто у них не получилось. Сейчас этого никто не хочет, этого не хочет даже Иран, хотя уничтожение Израиля это его официальная цель. Он называет это сианистским образованием, и государство Израиля не признает. Но де-факто мы не видим последовательного движения в этом направлении, а видим большую усталость Ирана от международных санкций и стремление заключить какую-то новую ядерную сделку под гарантией Соединенных Штатов Америки и Евросоюза, что, естественно, исключает возможность большой войны на Ближнем Востоке сейчас. И вполне возможно, что в этом году или в следующем вернуться к разговору о развитии и расширении соглашения Авраама, в свое время инициированных Дональдом Трампом, за что он вполне заслуживает Нобелевской премии мира, но Трампу не дадут, он лицом не вышел, истеблишмент его не любит, поэтому он даже никогда не может рассматриваться в качестве номинанта на Нобелевскую премию мира. Какой-нибудь бывший террорист, или не бывший, а террорист в своей жизни, типа Ясера Арафата, может получать Нобелевскую премию мира за свои террористические усилия, а Дональд Трамп за самеро-творческие не может. Ну и Босс. В конце концов, как христианин, я твердо убежден, что христианин не должен требовать благодарности, потому что благодарность всегда воздается за свои усилия Господь Бога совершенно обязательно прямым путем, а каким-то косвенным. Может быть, обеспечив себе хорошее настроение и долгую жизнь. И зачем тебе Нобелевская премия мира, если ты потом живешь с плохим настроением и недолго. Жить плохо, но недолго, как говорил по аналогичному поводу Александр Григорьевич Лукашенко. Поэтому все это и дальше будет развиваться. Видимо, но Израиль, чему быть, того не миновать. Израиль последовательно шел к этой войне с Хизбалой, видимо, она и начинается. И посмотрим, чем она закончится, потому что эта аспирация еще была важна как фактор психологического перелома. Потому что скорость через две недели исполняется уже год этой войне с Хамасом. И за этот год Израиль не победил Хамас и не разгромил его полностью. И показав самому себе и всему миру, что представление о непобедимой мощи военной машины Израиля сильно преувеличили. А кроме того, за этот год выяснилось, что и государственные институты в целом Израиля далеко не так эффективны, как о них кто-то мог думать. Вернее, со стороны об этом никто особо и не думал, но как думал сам Израиль, что у него все хорошо с государственным управлением, здравоохранения, ничего подобного. Накопились большие проблемы, не решавшиеся десятилетия. И вот все-таки что-то произошло, что показалось, что военная машина Израиля работает и может наносить такого типа точечные удары, относящиеся к сфере современной гибридной войны. Это, безусловно, очень воодушевило значительную часть израильтян в преддверии годовщины войны с Хамасом до сих пор Израилем не выигранной, хотя Хамас так и не получил никакой консолидированной поддержки со стороны других, со стороны официальных государств Ближнего Востока. За исключением, вероятно, Ирана, но и то эта поддержка была очень локальной и ограниченной. Ну, тут же еще интересна экономическая сторона вопроса, потому что многие эксперты говорят о том, что если там будет дальше разжигаться вот это пламя, будет втянут Иран, будет втянут Ливан, будут втянуты еще там ряд стран, то цены на нефть будут расти, не только, кстати, на нефть и на энергоресурсы, это там на любую продукцию и на хай-тек продукцию, на любую, и все это в конечном итоге приведет, подтолкнет и Соединенные Штаты к рецессии, и многие другие страны. То есть логистические цепочки уже сейчас начинают рваться, старые, прежние, будут еще больше. ...за ковидного карантина, а потом, ну, как мы, так сказать, всадники, четыре всадника, война, чума, голод и смерть, безусловно, и, разумеется, всякая война экономически разрушительна, кроме всего прочего, кроме всех гибели людей, разрушения инфраструктуры и так далее, это огромный удар по экономике, это огромное отвлечение ресурсов и не только финансовых, но и человеческих, потому что, соответственно, люди, которые могут работать в мирных секторах экономики и создавать, творить добро, во всех смыслах этого слова, они отвлечены на фронтах. Например, вот для современной, даже Российской Федерации, это отдельная большая проблема, потому что есть дефицит кадров существенный, естественно, сами боевые действия, они усугубляют и усиливают этот дефицит кадров. Это относится к любой стране, в том числе и к Израилю. Но, как показывает, был такой публицист Норман Энджел, который в, скажем, в 2010 году или 2009, если я могу ошибиться, на один год, опубликовал книгу «Великая иллюзия» перед Первой мировой войной, где очень четко обосновал, почему большая война экономически разрушительна и невыгодна ни одной из сторон, в том числе и по стороне победителя. Тем самым он пытался заклинать войну, которая явно тогда уже осталась в Европе. И Норман Энджел абсолютно прав. Это относится к любой абсолютно войне. Нет, так сказать, да вот хотя там всякие околокремлевские спикеры, типа Дмитрия Анатольевича Медведева, любят порассуждать о том, сколько там триллионов долларов РФ получит за счет аннексии украинских земель, но это все отлукал. Если это триллионы долларов лежат глубоко в недрах, и достать их оттуда без современных технологий и доступ к мировым финансовым рынкам практически невозможно. К тому же, как все это делалось на совершенно территориях на выжженной земле? Эти цифры произносят только в порядке самозаклинания, что война приносит не только экономический исчерк, но и большие экономические дивиденды. Это далеко, как правило, не так, но это никогда не препятствовало собственно большой войне. Потому что война — это и есть концентрированная энергия саморазрушения, которая живет в человеке, в том числе в тех людях, которые принимают решение начать войны. И, к сожалению, пока человечество существует, и существует противник наш дьявол, эта логика саморазрушения будет соседствовать с логикой созидания. Я с тобой согласна, что во время войны победителя быть не может, потому что война же выбрасывает любую страну из ситуации модерна, и заводит в такой глубокий архаизм, где происходит фактически деконструкция государства, которая существует на данном месте. Там побеждает тот, кто в ней не участвует. И проигравшая страна, и феноминальный победитель несут огромные издержки, и не только экономические, социальные, психологические, но я бы сказал, антологические издержки. Поскольку, вот я сейчас пишу над тем программную статью, которую, возможно, увидеть свет в журнале «Горби», очень хорошее на аналитическом, малотиражном издании, где пишут, публикуется только умный текст, я не говорю сейчас про свой текст, про сам жанр. И что вообще победа очень часто приносит огромное несчастье победителю. Это не сразу проявляется, но со временем становится понятно, что эта самая победа с большой буквы, она подпитывает национальную гордыню. А, естественно, нет ничего более деструктивного, как для человека, так и для нации, чем гордыня. И потом нация, считающая себя победителем, расхлёбывает этот протисший бульон собственной гордыни в самых разных формах и проявлениях. А вот как расхлёбывает? Ты говоришь, что я у тебя отобрала теория Дарвина, замечательный вопрос, что привлекло твое внимание, а вот, может быть, давай заменим это возвращением, чуть не сказала, Будулая, Кашпировского, который опять начал проводить сеанс в Москве, как пишут многие СМИ, и понятно, что он предлагает лечение от рака, бесплодия и многое другое, но многие заметили, что с Кашпировского начался в своё время развал Советского Союза. Может быть, это его возвращение к развалу России? Ну, во всяком случае, Кашпировский совершенно правильно делает. как человек с глубоким и тонким рыночным чутьём, прекрасно понимает, что Кашпировский в широком смысле потребован именно в кризисные переходные времена. То есть он не был к развалу или нет, ну как, идёт Четвёртая мировая война, и когда же Кашпировскому проявить себя во время этой войны, когда именно он максимально востребован такого типа человек, обещающий успокоить людей, решить все их проблемы, когда кажется, что выхода из положения нет. И тут ещё мои приятели некоторых в Телеконовой долине сообщили мне к моему огромному любопытству, скажем, не то что удовольствию, но такому позитивному любопытству, к удовлетворению во мне это позитивное любопытство, тем, что оказывается сейчас там у них, в Калифорнии, где рождаются многие мировые тренды, родился ещё один такой небольшой трендёнок, что оказывается в качестве психотерапии теперь выступает философия. И, значит, поскольку я насобачился за, не побоюсь этого слова, за последние два с половиной года читать онлайн-лекции по философии, то почему мне не попытаться занять место Кашпировского, только вместо, вот скажем, даём Гегеля и у вас проходит НОС. А вот, значит, даёмся в современное видение марксизма и у вас рассасывается опухоль и так далее. Вот сейчас раздумываю над этим. Ну, пока ты это говорил, я представляла себе Кашпировского, я думаю, вот ты говоришь о четырёх всадниках, на каком всаднике он, так сказать, тем, кто ему доверяет мчиться сейчас. С развивающимися волосами. Да, но ведь, насколько я понимаю, определённую роль в той ещё звёздной карьере господина Кашпировского сыграл наш общий друг Дмитрий Гордон. Поэтому надо у него спросить, в том числе, может быть, я попрошу его меня раскрутить вот именно как философа-целителя. Раскрутил Жонку Кашпировского, что же ему... Продюсировать. Да, раскрутил меня, тем более Дима Гордон обещал мне, что я... Вернее, обещал, это сильно сказано, это я немножко преувеличиваю. Но так сложилось, что в наших с ним взаимодействиях, что он даёт мне совет сделать что-нибудь хорошее, а это хорошее я делаю через 6 лет после того, как он мне посоветовал. И вот он в 2017 году посоветовал мне завести YouTube-канал, и я его завёл в 23-м. И тогда, и в прошлом, в 23-м году, я попросил его публично мне посоветовать стать миллиардером. исходя из логики нашего отношения, он должен стать миллиардером в 2029-м году. То я понимаю, что, может быть, он поможет мне чисто практически, а не только советом. Не долго это осталось. Что поможет мне не только выдающимся советом, способным изменить мою жизнь, но и, может быть, менеджментом схемы, где я превращаюсь в философский. Посмотрим. Поскольку мы время от времени с ним общаемся, то, конечно, Дима мог бы мне что-нибудь публично посоветовать. Надо подумать, что именно. Какое стихотворение ты подготовил? Поскольку то, что он говорит, обязательно сбывается через 6 лет, надо очень тщательно продумать формулировку. И не факт, что нужно советовать в будущем. Есть такое заветное желание, что он тебе лучше тет-а-тет его присоветовал. Да, может быть, совсем не кстати через 6 лет. Что ж, финальное стихотворение. У нас сегодня наш отец-основатель, не побоюсь этих слов, опять же, Александр Михайлович Кабанов, поскольку пришло время почитать великую украинскую поэзию по-русски, еще раз вернувшись к мысли о том, что язык сам по себе это сетевая структура, которая не принадлежит государству. Поэтому русский язык не является собственностью Российской Федерации. Язык, культура, всякие религии, всякие такие вещи, они принадлежат, как правило, всем носителям. Соответственно, языка, культуры или религии, а не иерархическим структурам системы государства. Пускай сотрется жизни треть, оставшаяся треть, чтоб на чудесное смотреть, в хрустальное смотреть, сквозь виноградник за окном на украинский Крым, пусть привыкает каждый дом под старость быть твоим, и распадается тоска на семь победных дней, и среднерусская Москва становится твоей, и в память о большой цене еще звучит хорал, и поигравшие в войне сбежали из Урал, ржавеет сорванный стоп-кран в экспрессе лучших лет, повержен враг, казнен тирана, а счастья нет и нет, и ты, строитель корабля из деревянных книг, поймешь, что жизнь не для тебя, что счастье для других, для тех, которые придут, сгорая от любви, чтоб новый выстроить редут, как церковь на крови, возьмут за острые края в свой дивный мир творя, и это будет кровь твоя и молодость моя. Вот если бы я умел писать стихи, я бы что-нибудь такое тоже написал. Это очень близко лично мне. Александр Михайлович Кабанов. Спасибо большое, Стас. Однажды я прочитала по стихотворениям Кабанова чьи-то комментарии. Когда я читаю ваши стихи, я понимаю, что Бог есть. Вот у меня близкое к этому чувство, да. Мы все поняли, как надо делать. Тогда мы должны создать коллективного Кашпировского с Александром Михайловичем и любезно попросить опять же нашего друга Гордона выступить продюсером нашего коллективного Кашпировского. Вот родился новый проект. Спасибо большое. До следующей недели. Спасибо. Всем привет. До скорого. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова